Воспитанники театрального отделения детской школы искусств имени Сверидова перед репетицией разбирают костюмы. Ребята ставят волка и семеро козлят. Благодаря новому подходу к постановке, всем известная сказка превращается в настоящий мюзикл, который увлечет каждого зрителя. Мы тебя не подведем. Все, сцену закончили? Ну акцент. Музыкальная сказка – это очень благодарные произведения, потому что они всегда завоевывают успех у зрителя. Все происходит вживую на сцене, то есть вокалы и музыка. Режиссером, сценаристом, художественным руководителем и наставником выступает преподаватель театральных дисциплин Константин Датсун. Четыре года назад он переехал в наш город из Екатеринбурга после получения профильного образования. В театральном отделении преподает с момента его основания. Наиболее яркой из первых работ стала «Снежная королева». Сегодня на театральном отделении обучается 50 детей, с ними работает три педагога. И каждому юному артисту стараются найти свой подход и помочь таланту раскрыться на сцене. Константин убежден, что театр учит ребят творческому мышлению, эмоциональной выразительности, уверенности в себе и умению работать в команде. А это пригодится не только на сцене, но и в жизни. Кто больше старается, тот больше получает. Это, я думаю, нормальная практика взрослая. Но стараемся всем роли дать, естественно. Просто главное даем тем, кто больше старается. Это как бы заслуженно. И юные артисты, в свою очередь, с восторгом говорят о занятиях и своем преподавателе. Многие хотят в будущем связать свою жизнь со сцены и кино. Все эти три года, которые я сейчас посещаю это место, у меня много друзей появилось. И мне они очень нравятся. Наш преподаватель, Константин Вячеславович, это самый лучший преподаватель на свете. Просто не могу описать словами. Наши преподаватели очень добрые, прям очень. Почти на нас не ругаются. Ну, вообще супер. Словами не описать. Говорят, что каждый журналист втайне мечтает написать книгу. А актер сыграет шекспировского «Гамлета». А какая мечта может быть у театрального режиссера? Узнаем у него самого. Все-таки театральное искусство, оно подразумевает то, что человек больше думает, больше размышляет. Те же роли, над ними же все равно размышляешь. То есть, почему он такой, из-за чего он такой, почему он тот или иной поступок делает. То есть, дети больше размышляют. И я все это переношу сейчас на них. Мне хочется их научить больше думать, больше размышлять о жизни. Каждый день Константин Дацун вкладывает свою душу и профессионализм в работу с губкинскими детьми, помогая им раскрыть свой творческий потенциал и стать настоящими артистами. Его любовь к искусству и доскональное знание театрального закулисья вдохновляют как учеников, так и коллег по сцене. Делая культурную жизнь нашего города ярче и интереснее. Валерий Усманов, Денис Вильков, Новости Губкинского.